8 июня под зданием Кабинета Министров Украины прошла акция протестов, в которой принимали участие персонал Чернобыльской атомной электростанции и предприятий Зоны Отчуждения. Акция проводилась в связи с невыполнением Кабинетом Министров Украины собственных обязательств, в части выплат работникам предприятий Зоны Отчуждения за работу в условиях воздействия ионизирующего излучения. На встречу с представителями пикета вышел работник Департамента информации и коммуникации с общественностью секретариата КМУ Михаил Шевченко. Ему были переданы документы с требованиями представителей профсоюзных организаций Зоны Отчуждения и заданы вопросы, на которые он пообещал ответить в течение часа. Участники акции протеста остались у стен Кабинета Министров и продолжили ждать начала правительственного заседания. Через небольшой промежуток времени вышел представитель Кабинета Министров и сообщил, что... Паспорт бюджетной программы зареєстровано 6 червня, тобто це умовно кажучи ось там понедельник стає. Ну, справа информация. Да, да, він тільки зареєстровано, зазвичай процедура розгляду, оскільки там більш-менш згоджено в робочому порядку технічні моменти змін Минсоцполітики, орієнтовано може зайняти до двох тижн, тобто 10 робочих дней. Ітогами акции протеста можно назвать принятие правительством требований представителей профсоюзов. Паспорт бюджетной программы, по которой будет осуществляться финансирование доплат за работу зону отчуждения, передан на согласование в Минфин. Но данная процедура требует двух недель на согласование. Правительство просит дать именно эти две недели, чтобы окончательно согласовать все статьи и утвердить данный паспорт, после чего приступить к реализации финансирования. Участники акции протеста согласились дать возможность отработать специалистам Кабинета Министров качественно и в срок. Но если через две недели обещания не будут выполнены, будет принято новое решение в продолжении акции протеста.